всем привет с вами дочери и пожалуйста подпишитесь и тыкните на колокольчик и вы не будете пропустить мои видеоролики этот видеоролик является полностью разговорным и будет полностью посвящен механикам игры не точнее не механикам игры а тому как добраться с наизис запал заполярного до москвы на из на изящах так сказать в новой версии сначала обсудим а под конец видеоролика старой версии новой версии сразу же после спавна если у вас премиум вы получаете топор и сет выживальщика если нету тогда вы с голой жопой и появляетесь дальше что нужно делать и для премиум и для обычных сразу бегите в этот столовку столовка забираете кастрюльку потом облутывайте город на консервы и заезжайте в заезжайте с травами 20 штук и разводите два костра в урнем были какой урне в короче в дырке с водой в городе я не название и кипятите приблизительно 150 воды это 150 опыта забираете если у вас премиум 80 штук приблизительно если нет премиума едете в здание короче такое здание там есть нитки и так далее короче там берете три ткани три ткани эти переводите мешок и у вас нет так делать не надо мешок и не крафтите вы заезжаете в школу школе есть в одном месте есть портфель и он поднимает 15 кило и вы его отберете в мешок крафтить смысла нету но если не нашли портфелью крафтите мешок это как бы многохоток многоходовочка и обладаете полностью мурманский его уже готовы чтобы идти дальше дальше вы рядом с мурмансками есть еще город из-за того что вы полностью выкипятили всю воду очень много воды прокипятили у вас сломалась кастрюлька да там приблизительно 200 200 воды нужно прокипятить ну короче кипятите до того момента пока у вас не кончится не будет получаться опыт сокипячения дальше что вам нужно сделать заезжайте в город там берете ржавую кастрюльку у всех шаблоны я три раза по и про перепроходил игру потому что у меня банки я пытался помощью 2 аккаунта как-то сделать все это короче первый раз у меня не особо сильно получилось я смог 10 уровень в кандалашки получить рядом с ней не в кандалашки а в беломорске со второго раза я уже мурманске получил а с третьего раза и вообще развелся так что пиздец я пойду я уже в мурманске уже был просто мне оставалось три левела на 10 так сказать короче по трясине едете к городу когда вы едете вы есть один момент нужно выбрать обыскать то есть обыскивать все подряд когда раздолбить двери там есть вариант раздолбить раздолбите дверь топором дальше зайдите туда обыщите еще раз обыщите вы получите водку водку или вы будете пить в мурманском или же или же вы киньте в это но лучше этот квест начинает с факелом факел может отпугнуть рысь дальше что нужно сделать забрав и там будет веревка веревки нам очень сильно будут нужны для того чтобы сделать броню что мы и дальше делаем так и потрясним и получается спавним сарядом с мурманском дальше мы заезжаем мурманск ултаем его полностью все подряд и делаем и начинаем охотиться как охотиться нужно беги как тактика охоты я вам сейчас продемонстрирую когда вы спавнитесь то есть попадаете на поле боя у вас есть расстояние приблизительно три блока от цели всегда бежите от вашего врага если это крыса бежите бежите и короче кружитесь пока у вас не будет полный полная запаса очков когда он уходит быстро у вас же отрыв есть короче когда он уходит к вами остается один блока у вас должно быть всегда отрыв 3 блока и когда когда он так сказать подошел на почти что один блок остался потому что у вас ударить резко заходите и прописывать ему топором или ножом всю очередь нож вы получаете кухонные в рядом с городом заполярное заполярного некий лотать смысла нет там почти ничего нету так что рядом с городом короче рядом заполярный городок ниже это полярного и там есть кухонный ножик всегда и что мы делаем дальше дальше мы начинаем лутаться до 10 уровня после этого мы крафт и мы на седьмом уровне крафтим это какая там броню шамана не знаю как ее назвать нужно 2 2 веревки и 10 ткани ткань у вас остается три штуки оттуда потому что вы не крафтили мешок а с помощью этого а если нету то тогда все тю 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 но но все равно вам хватит я я полностью все посчитала и в итоге если вам не повезло с тем что у вас не оказалось портфелью в заполярном он там всегда есть почти что не знаю мне три раза подряд попадался но его не брал потому что у меня премиум и мне сразу дают мышку так сказать как его там сад выживальщика что мы делаем дальше я сейчас вам все расскажу после 10 уровня мы делаем велосипед велосипед тележки едем дальше но еще есть смысл скатить плод зачем вам плод ну плод нужно чтобы перетаскивать тяжелые вещи то есть вы можете с плотом перетащить больше приблизительно на плоту 150 кг так вот там грузоподъемности это довольно-таки много и так сказать на плоту вы тупо берете едите с мурманска до парик по квестом почему на плоту потому что вы лутаете довольно-таки много я удавил много короче путаться нужно сильно много из-за этого вы лутаете все подряд когда на вас нападает рыси вы не стоите тупо столбом а двигаетесь и двигаетесь в противоположном направлении куда бежит если вам на вас бежит рысь вы бегаете бежите от убегает от нее до тех пор пока вы не накопите full как там очки действия когда она почти догнала вы его и через ход она на вас догадает резко нападает так сказать ходите ходом на нее и убиваете так вот так тактика такая вы можете просто убивать все живое и не получать дамага как это работает вы должны всегда убегать от цели не будьте так сказать храбрыми будьте трусливыми но долгоживущими тактика вся заключается в том что в начале игры все мобы ходят по два по три блока по три клетки то есть по два по две по три клетки а вначале игрок имеет две клетки хода мыши там крысы и змеи имеют два две клетки хоть бы так сказать перемещение и вы убегаете от них до полного своего восстановления очков действия а рыси россии россии от россии у вас должен быть отрыв 3 блока в начале когда вы запамитесь и когда вы спамитесь не бегите на рысь бегите от нее когда вы накопили full это и осталась одна клеточка отрыва то есть вы три раза убежали и она за три раза почти вас догнала и тогда вы нападаете на ее первым она рысь не не дает ответочку блин помню как в старых версиях она ответочка давала за урон это вообще жесть была жесткая рысь была нападаешь на неё она она курса она на тебя кусается делает три захода по отрыву по три удара по два удара короче заход делает и убегает обратно это очень жесткая тема была ключи вы должны так сказать быть тем кто рожден бегать и кто рожден бегать пизды не получит как говорят извините за мат я помню я рассказываем тонкости игры они что-то сильно такое до москвы что делать до москвы вы должны да пока вы едете до петропавловска вы должны немножко лутаться и по возможности собирать ресурсы на новый транспорт именно вы должны собирать резиновые детали ибо резиновые детали не в достатке еще провода они довольно сильно нужны еще была бы хорошая идея собирать батарейки ибо в ленинграде вам понадобится не короче петропавловск петрозаводск вы лутаете не полностью ибо смысла нету лутать только главное здание главными зданиями являются военная часть милицейский полицейская часть короче так почта склад автомастерская гаражи здание хостовары красненький под вид хостоваров там где еда и аптей аптеки поликлиники и и больницы да если все это лутать то тогда вы у вас не будет сильного перегруза и вас будет ольки хорошо с ресурсами как с оружием поступать оружие получается в новом на великом новгороде там сто процентов есть а база бонитов третьего ловла что вы делаете западаете на нее берете в помощь и любого игрока точнее у кого самая лучшая броня с ним идете используйте на них пороховые гранаты или как-то или молотова короче самое свое мощное оружие и и нападаете на отдел где самые плохо защищен отдел самым плохо защищенным отделом является по моей памяти это или же или же автомастерская в базе 3 ловила она выглядит как армейская часть и там типа есть итог она обжитая и там короче заезжаете в локацию склад там пиздите их и получаете первые вроде получать тяжелый арбалет это конечно же но лучше чем ничего и еще вы получаете стальной топор а это уже хорошая штука и дальше что вы делаете заезжайте в автомастерскую там скорее всего будет люди с пистолетами позовите на помощь и начинайте так делать рейда некоторые игроки желаются на то что они не выживают до москвы чем это связано с тем что вы плохо плохие способности берете самым лучшими способности является тактика которая добавляет тактика и еще способности которые добавляют нужно для боя например тактика такая же очки которая доставляет очки восстановления и еще не помню что но она добавляет максимальное количество очков ваш увеличивает и еще самым лучшим что для боя является это конечно же легкая точнее легкая походка легкая походка легкая походка вроде не знаю короче там нарисована нога и она дает бонусы виде того что вы перемещайтесь на три клетки это очень много и короче еще что нужно не нужно брать марафонец никогда не берите просто никогда мул никогда не берите транспорт много он пока когда вы получите транспорт вы будете жалеть о том что взяли мул не берите никогда арбалеты это полная фигня лучше взять пистолеты или же хотя бы холодное холодное оружие более хорошие частности стальной топор он дамажит так сильно что может просто зарезать все все живое если прокачивать его до максимума да короче будущем я думаю попробую сделать сет на тут на рассчитанное на то что буду тупо пользоваться арбалетами и холодным скорее всего попробую создать аккаунт с такими приколами и пой пройти игру но не обещаю что же дальше с вами происходит вот сейчас я объясню многое но проблема в том что эти объяснения только вам немножко помогут самой большим помощью для вас будет то что вы наберетесь своего опыта без опыта эту игру пройти нельзя даже я тот кто вам все это объясняет умирал в этой игрушке раз так 20 когда игра была сложнее в разы когда 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 рысь могла убить везде когда волки это были с страшным сном когда медведи могли загрызть загрызть любого когда просто сломана нога где-то в москве когда у вас мотоцикл являлась ггвп вот тогда я играл и тогда я по 20 раз умирал вот это дело было вообще если сравнить меня ставит с новыми игроками я вообще самый многоумирающий человек ибо умер я где-то один раз была в кандаля ложки один раз в ленинграде один раз петропавловск один раз москве это было очень обидно когда я сдох москве эту полу отвернулся на пару минут оказывается персонаж пошел тупо уснул радиация билла он вздох прихожу и такой смотрю через секунду же вы умерли да сейчас вам хорошо ибо вы есть даже умираете у вас сохраняется ваши ресурсы а раньше было дело такое стух начиная с нуля это было довольно жестоко но очень опыт 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 добавлялся просто опыт накапливался неимоверно быстро ибо умирать вы не хотели а играть вы хотели все хвастались своим опытом в этой игре все были жесткими проходилами которые могли эту игру пройти с очень не потея а вы а вы себя чувствовали неполноценно сейчас я расскажу как дойти до москвы не сдохнуть и еще этот способ будет хорош для новичков есть такая возможность называется детский метод как она работает для но но старых версий любой кто проходит вторую версию в соло в онлайне должен помнить то что пока у вас нет транспорта крысим не ногой почему не ногой потому что вы ноги сломаете будете семь дней пройдите в одном лаке 14 не пройдите в одном лагере за это время на вас на пути вторая рысь его еще типа будете пердеть 14 дней лагеря потом еще и это просто плохой круг еще там дело такое что старая версия требует очень много времени ултать города нужно так а вот а радиация повысилась больше 15 или пьей водку или иди выходи быстро из города поспи немножко и обратно возвращайся что она касается насчет детского метода как он работает просто выйдите из игры с помощью средней кнопки то есть средние кнопки на вашем телефоне которая отвечает за быстрый выход удар выходите в вкладках игры то есть мне не вкладках а в заходите см если и смотрите на то что вы так сказать какая-то штука называлась короче это что у которых у кого кнопочно это два квадратика или что-то не помню короче вы должны в недавно посещенных то есть когда вы уходите эту штуку у вас образуется такая штука что вы нет недавно посещенные файлы появляются про кублять сколько я не помню короче оттуда удаляйте заходите обратно из выигрывал этот метод очень хорош почему ибо др сохраняется раз в минуту то есть автосхрон раз в минуту даже в онлайн где угодно и как же это работает например старых версий когда вы получаете болезнь вы можете выйти перезайти моментально у игроков которые очень сильно наращивали как я я могу если захочу я могу пройти с головой жопы с чеса до такие до мирного доползти и без травм если у меня будет и дает и т.д. и т.п. всегда убегаете это касается старых версий любители поиграть старенькой всегда убегаете или же страдайте или же вы должны страдать раз так 5 умирать чтобы набраться опыта лучше по моим видеороликам то есть посмотрите поделать все как я показываю видеороликах так насчет уровня того с кем нужно воевать воевать нужно только тогда когда вы получите железную броню не раньше не пока не раньше не короче не раньше не позднее ибо если вы начнете позднее воевать тогда у вас развитие пойдет пока тупо от в хосте босс не будет клея так всеми враг вы должны после того как вы основаете свою базу пойти взять 40 мешков или 20 мешков селитры перевести по старому кругу в изоленту из 2к изолентой вы должны тупо использовать изоленту как клей то есть вы должны использовать для всех крафтов изоленту а клей вы должны откладывать на будущее что делаем с мясом и жиром то есть сало мясо мясо переводим в ничего а жиром полностью переводим в блин а салу полностью переводим в жир и одновременно крафтим уголь зачем вы должны графить мыло из жира и угля чем это вам нужно жир и уголь перри переводится в мыло мыло переводится в веревки веревки переводится в картошку из одного рейда можно получить в районе 25 по то есть с одного полной зачистки это приблизительно 5 медведей 5 кабанов 5 5 волков 5 и россии и 5 крыс вы получите не 5 крыс крыс ничего не дают короче из 5 медведей 5 кабанов 5 волков и 5 россии в это получаете приблизительно 25 бочек самогона плюс минус если вы все сало переводите в жир и жир и мыло а мыло вы через круг переводите самогон я покажу в новых сериях как этим заниматься до этого я додумался довольно поздно так что скорее через две серии я вам по это покажу а это были тонкости игры если вам этот видеоролик помог то так нити лайк а если нет то тогда напишите свою проблему я и я постараюсь на этот видеоролик снять видеоролик идиотизм да просто я снимаю этот видеоролик на попехах и по мне банана тв говорил чтобы я снял фишки игры или типа того а я мразь такая взял и забыл это и вообще самый плохой человек да короче я снимаю я снимаю со вся так сказать ответственность груз ответственности и когда я буду более подготовленным я на все делаю более качественно а всем пока с вами был дочери до новых встреч